Вопрос о том, в чем конкретно в этом вопросе разногласий и какое правильное мнение в нем. Говорит, ученые разногласят в вопросе того, как делить наследство между погибшими в массовой гибели, как если они вместе утонули или попали под развалины и тому подобное. Наследуют ли они друг от друга? Говорит, в этом вопросе, то есть в трех последних ситуациях, которые мы рассматривали только что, наследуют в них или нет, говорит на два мнения. Ученые разногласили в этом вопросе на два мнения. Аль-Каудюль-Ауаль первое мнение, Ла-Ярису, Ба-Ба-Ба-Ба-Ба, Мутлакан. То, что один от другого не наследуют в любом случае. Что значит в любом случае? То есть в любом случае известно, что один из них все-таки умер раньше, чем второй, или вообще ничего не известно. В любом случае один от другого не наследуют. Почему? В трех последних ситуациях. Потому что личность умершего первого перед вторым неизвестна. Известно, что кто-то умер раньше, но кто конкретно неизвестен. Говорит, сказал имам Малик. Говорит, и так же нужно поступать относительно друга наследующих людей, которые скончались вместе. Либо утонули, либо погибли, то есть были убиты. Или скончались подобными видами смерти. Если неизвестно, какой конкретно скончался раньше второго. В этом случае ни один из них не наследует друг от друга. Говорит, и их наследство передается сразу их наследникам непосредственно. Но друг от друга они не наследуют. Каждый из них, говорит, отдает свое наследство тем, которые остались из его наследников живыми после него. Что касается, говорит, людей, смерть которых неизвестна. В том смысле, что неизвестно, кто из них скончался раньше. Говорит, то в этом вопросе известное разногласие. И более правильное мнение, которое больше соответствует основам шариата. То, что один из них не наследует от второго. То есть, никто друг от друга из них не наследует. Но каждый из них отдает свое наследство живым наследникам. И это мнение большинства ученых. И вместе с этим это одно из мнений в мазабе имама Ахмада. Но это противоречит более известному мнению в его мазабе. Более известное мнение в мазабе имама Ахмада какое? Другое. То, что один из них все-таки наследует от второго. Говорит, потому что, говорит, в основах шариата, неизвестный приравнивается к отсутствующему. Неизвестный приравнивается к отсутствующему. Этот вопрос мы брали или нет? В какой книге брали? В книге Каваль Фикия. Шейха кого? Шейха Сади. Что называется? Каваль Зулусуль Аль-Джамия. То есть второй матан в науке Каваль Фикия. Вот это правило брали. Если человек неизвестен, неизвестен, то он приравнивается к кому? К отсутствующему. Как будто бы его нет. Говорит далее. Говорит, и аргументация на то, что они друг от друга наследовать не должны, заключается в двух вещах. Аль-Ауэль. Первое. То, что сказал имам Малик. От Рабиа ибн Абдурахмана. Сразу от многих ученых. Было передано, что те сподвижники и те участники битвы Джамаль, которые погибли в этой битве, не наследовали друг от друга. Родственники участвовали в этой битве или нет? Участвовали. То есть участвовали люди семействами, родственниками. Погибло, допустим, сразу 4 человека в этой битве из одной семьи. И неизвестно, кто погиб раньше, кто погиб позже. Говорит, установили ученые, что после этой битвы, вот эти вот друг от друга в основе своей наследующей люди не наследовали в этом случае. Почему? Потому что не было известно, кто из них скончался раньше, а какой позже. Уайома Сафин, а также в битве при Сафине. Уайома Харра, а также в битве при Харре. То есть известные мединские события 1963 года. Сумма Кана Йому Кадид. Потом также битва Кадида. Салями Варра с Ахадун Мин Сахиби Шайан. Говорит, известно, и передали это обладатели знания, что друг от друга они не наследовали после этих битв. Говорит, илля ман ули ман наукуте ла кабля сахиби. Кроме как, если было точно известно, что вот эта вот, эта личность, скончалась перед этой личностью. Говорит, в этом вопросе нет никакого разногласия среди ученых. Что знаешь, в этом вопросе нет разногласия. Только что же сказали, разногласия есть. Имеет в виду относительно этих битв, что после этих битв друг от друга они не наследовали погибшие. Говорит, Вала Шакка инда ахад менах лил айльм би баля дина. Говорит имам Малик, и нет в этом никакого сомнения среди ученых нашего города. То есть какого города? Медины. Аксаней и вторая аргументация. Первая аргументация понятна или нет? Первая аргументация заключается в чем? В том, что друг от друга не наследовали. В битве при Сефине, после битвы Джамаля, после битвы Харры, после Дня Кадида и тому подобное. При этих ситуациях не наследовали. Это первая аргументация. А сани и вторая аргументация. Кали лимам Малик. Первая аргументация при чем здесь? Кто-то может сказать, ну ладно, не наследовали в других битвах, пусть наследуют. Мы говорим, что в этих битвах участвовали великие сподвижники. Так или нет? Много табиинов участвовало и тому подобное. Эти люди поступили именно таким образом, без разногласий. Дальше. А сани Кали имаму Малик. Говорит, второе мнение, или вторая аргументация в этом вопросе, то что сказал имам Малик. Ла ям баги ан яриз ахадун ахадан без шак. Говорит, не должен один наследовать от второго по сомнению. Ва ла яриз ахадун ахадан илля билиякин минал альм о швада. Говорит, и один должен наследовать, и не один не должен наследовать от второго, кроме как на основании убежденности и наличии свидетелей. Швада здесь не имеет в виду шахиды. Имеется в виду кто? Шахидун адль, то есть справедливые свидетели. То есть пока не придет свидетель и не скажет, что это скончался раньше, а это скончался позже. А если неизвестно, тогда, говорит, не должны друг от друга наследовать. И, брат, еще одна сильная аргументация в этом вопросе какая? То, что установление жизни наследника после смерти покойного наследодателя является чем? Условием наследства, условием получения наследства. В данном случае условия присутствуют или нет? Условия не присутствуют. Не можем установить жизнь одного или второго относительно другого. Так или нет? А раз не можем, значит, условия получения наследства не имеются. А раз условия не имеются, то и наследство не передается. Человек не считается наследником. Дальше. И второе мнение в этом вопросе. Заключается оно в чем? То, что каждый из них должен наследовать друг от друга. Так сказали. Смотри. У нас же неизвестно, кто наследует. Кто из них первый скончался, известно или нет? Неизвестно. Поэтому, говорит, в этом случае, каждый из них наследует друг от друга. Ментилят малихи дуна тарифи. Но из старого его имущества без нового имущества. Как понять? Только из старого имущества, но не из нового имущества. То есть, например, Зейд и Амр скончались. Известно, что один из них скончался раньше. Но кто конкретно, неизвестно. Что говорят приверенцы второго мнения? Говорят, друг от друга наследуют. Теперь Зейд получил от Амра что-то или нет? В наследство, по их мнению, получает. Амр что-то получает от Зейда или нет? Получает. Зейд, когда наследует от Амра, что за наследство от Амра наследует? Старое наследство наследует. То есть, старое его имущество, которое было на момент смерти. Но то имущество, которое перешло Амру от Зейда, Зейд там же из него уже не наследует. Или то, что перешло в Зейду от Амра, это же теперь за имущество Зейда считается. Амр же от него наследует. Амр говорит, от него наследуют только старое имущество. То имущество, часть, которая перешла от него к Зейду, Амр от него уже не наследует. Ясно, что имеется ввиду телят и что имеется ввиду тариф. Телят это старое имущество. А тариф это новое имущество. Еще раз. Значит, Зейд от Амра друг от друга должны наследовать. Но в это обоюдное наследование не входит то имущество, которое друг от друга они унаследовали. Из него ничего не вычитается. Оно просто передается и все. Это второе мнение в вопросе. Говорит. Говорит шейх Ашамири. Говорит какова аргументация? Превернуться второго мнения в том, что каждый должен друг от друга наследовать. То, что сказал имам Аз-Заиляи. Сказал. Жизнь говорит каждого из двоих была установлена на убежденности. Правильно ли нет? То есть было убеждено, что Зайд был жив и Амр был жив. Говорит. 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 Потому что, говорит, не может быть кроме двух ситуаций. Либо они оба скончались одновременно, либо один из них скончался раньше второго. Говорит, здесь мы, говорит, не можем, если мы возьмем вторую ситуацию, когда один из них точно скончался раньше, чем второй, а здесь мы, говорит, даем обоим наследство. И это, говорит, ясная ошибка. Правильно или нет? Или неправильно, брат? Смотри, известно, что либо Зейд, либо Амар точно скончался раньше второго. Значит, если мы дадим наследство им и обоим, мы совершим явную ошибку. Дадим наследство обоим, тогда как мы можем давать только одному. Дальше говорит, и это противоречит единогласному мнению. Как же мы можем поступать относительно этого? Если же нам скажут, хорошо, а если мы обоим не надеемся, то мы можем, что мы можем. Если не дадим точно, то же, говорит, получится точной ошибкой. Один из них же должен получить что-то, а мы ничего им не даем, ни одному. Значит, он же идем, говорит, на преднамеренную ошибку. Ибну Кудам, говорит, а как тогда на это ответить? Он говорит, кульна, мы скажем, ада гэру мутаякан. Нет, это не является убежденным, потому что, возможно, один из них не умер раньше второго, а они умерли вместе. Правильно или нет? Возможно, что они скончались вместе. Потому что, возможно, что они скончались оба вместе. И ни один из них не является каким опередившим второго. То есть, если же кто-то скажет, а как быть тогда с четвертой ситуацией, с пятой, когда известно, что один из них точно скончался раньше, но неизвестно кто. Ответим на это как? Да, известно, что один из них раньше скончался, но так как мы не можем этого установить, мы не можем дать одному из двоих наследство. Потому что условия не соблюдается. Условия получения наследства не соблюдается. Понятно или нет? Соответственно, он не называется в основе своей наследником. Дальше. Галил имам Ан-Науи и сказал имам Ан-Науи, ан юралям сапку маутихи суммой ультабас, фа юаккаф аль мирад хина этабайин. Ведь если нам известно, что один из двоих скончался раньше, чем второй, но мы не знаем, кто конкретно является первым скончавшимся, то, говорит, вопрос наследства приостанавливается, пока не станет известно, кто из них скончался конкретно раньше второго. Ау ясталиха. Или же пусть они, говорит, приходят к перемирию. Лянна тадаккур гэру маи уз минху. Потому что если знали, что один из них скончался раньше, чем второй, но просто забыли, то, говорит, возможно, этот человек вспомнит когда-то. И относительно этого, говорит, мы отчаяться не можем. То есть имам Ан-Науи какую ситуацию сейчас разбирает? Разбирает ситуацию четвертую. Когда знал один человек, что первый скончался раньше второго, но потом забыл, кто из них скончался раньше второго. Говорит, науи, в этом случае что нужно делать? В этом случае, говорит, не нужно торопиться делить наследство. Но нужно подождать, может быть, этот забывший вспомнит. Потому что, говорит, относительно того, что он может вспомнить, мы не отчаиваемся. Может прийти после забывчивости вспоминание. Это, говорит, правильное мнение, на котором шафииты... Это у нас, говорит, у шафиитов, есть другое мнение о том, что даже в этом случае нужно поступать так, как будто бы неизвестно, кто из них скончался раньше, и к этому мнению склонился имам. Кого он имеет в виду под имамом? Имама шафиит имеет в виду в этом случае. Так, это что касается этого вопроса. И на следующий вопрос, а на следующий, точнее, урок, будем дальше разбирать вопросы гарка и гадма. И будем пробовать считать, как они делят наследство друг для друга, если бы мы придерживались второго неправильного мнения в этом вопросе. Субханакаллаху амбхамдик. Ашадуаллах, иллах, 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 иллах. И это говорит ясная ошибка. Правильно или нет? Или неправильно, брат? Смотри. Зейд, известно, что либо Зейд, либо Амр точно скончался раньше второго. Так, здесь значит, если мы дадим наследство им обоим, мы совершим явную ошибку. Дадим наследство обоим, тогда как мы можем давать только одному. Дальше говорит, мухалив ли не жма, и это противоречит единогласному мнению. Как же мы можем поступать относительно этого? Если же нам скажут, хорошо, а если мы обоим не дадим точно, тоже, говорит, получится точной ошибкой. Один из них же должен получить что-то, а мы ничего им не даем, ни одному. Значит, он же идем, говорит, на преднамеренную ошибку. Ибн Кудам говорит, а как тогда на это ответить? Он говорит, кульна, мы скажем, нет, это не является убежденным, потому что, возможно, один из них не умер раньше второго, а они умерли вместе. Правильно ли нет? Возможно, что они скончались вместе. Потому что, возможно, что они скончались оба вместе, и ни один из них не является каким опередившим второго. То есть, если же кто-то скажет, а как быть тогда с четвертой ситуацией, с пятой, когда известно, что один из них точно скончался раньше, но неизвестно кто. Ответим на это как? Да, известно, что один из них раньше скончался, но так как мы не можем это установить, мы не можем дать одному из двоих наследство, потому что условия не соблюдается. Условия получения наследства не соблюдаются. Понятно или нет? Соответственно, он не называется в основе своей наследником. Дальше. «Калил имам Ан-Науи и сказал имам Ан-Науи, «Ан юралям сапку маутии суммой ультабас, фа юаккаф альмират хинаетабайен». Ведь если нам известно, что один из двоих скончался раньше, чем второй, но мы не знаем, кто конкретно является первым скончавшимся, то, говорит, вопрос наследства приостанавливается, пока не станет известно, кто из них скончался конкретно раньше второго. «Ау я сталиха» или же пусть они, говорит, приходят к перемирию. «Лянна тазаккур гэру май уз мингу». Потому что если знали, что один из них скончался раньше, чем второй, но просто забыли, то, говорит, возможно, этот человек вспомнит когда-то. И относить на это, говорит, мы отчаяться не можем. То есть имам Ан-Науи какую ситуацию сейчас разбирает? Разбирает ситуацию четвертую. Когда знал один человек, что первый скончался раньше второго, но потом забыл, кто из них скончался раньше второго. Говорит, «Науи, в этом случае что нужно делать?» В этом случае, говорит, не нужно торопиться делить наследство. Но нужно подождать, может быть, этот забывший вспомнит. Потому что, говорит, относительно того, что он может вспомнить, мы не отчаиваемся. Может прийти после забывчивости вспоминание. «Гедада у сахи аль лази алей аль асхаб» Это, говорит, правильное мнение, на котором шафииты Это у нас, говорит, у шафиитов, есть другое мнение о том, что даже в этом случае нужно поступать так, как будто бы неизвестно, кто из них скончался раньше, и к этому мнению склонился имам. Кого он имеет в виду под имамом? Имама шафия имеет в виду в этом случае. Так, это что касается этого вопроса. И на следующий вопрос, а на следующий точный урок, будем дальше разбирать вопросы «Гарка» и «Гадма». И будем пробовать считать, как они делят наследство друг для друга, если бы мы придерживались второго неправильного мнения в этом вопросе. Это у нас, говорит, у шафиитов, есть другое мнение о том, что даже в этом случае нужно поступать так, как будто бы неизвестно, кто из них скончался раньше, и к этому мнению склонился имам. Кого он имеет в виду под имамом? Имама шафия имеет в виду в этом случае. Так, это что касается этого вопроса. И на следующий вопрос, а на следующий точный урок, будем дальше разбирать вопросы «Гарка» и «Гадма». И будем пробовать считать, как они делят наследство друг для друга, если бы мы придерживались второго неправильного мнения в этом вопросе. Мы придерживались второго неправильного мнения в этом вопросе. Субханакаллаху мабихамдик Ашаду ва ла-илаха и ла-анта Астагвираллаха ва тубу лих